Доброго времени суток! Вы на канале Дары Вселенной. В начале видео для вас слова благодарности, что вы с нами. Абрикосовое дерево растет долго, до 100 лет. Большое плодоношение начинается с 3 лет и продолжается до 40 лет. Абрикосы морозостойкие, выдерживают большие морозы до минус 25 градусов. Плоды абрикосов употребляют как в свежем, так и в сушеном виде. Абрикосы полезны при малокровии, а также для поддержания солевого баланса при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Больным сахарным диабетом следует ограничивать употребление абрикосов из-за высокого содержания в них сахара. Семена негорьких сортов употребляются в пищу подобно миндалю, а посредством выжимания из них получают молочко. Мякоть и косточки абрикосов используются при изготовлении косметических средств для сухой кожи, средствах для предотвращения старения, питательных и увлажняющих масках, средствах для ухода за волосами. Семена горьких сортов используются для приготовления миндальной воды. Из пережженных косточек абрикоса делается тушь. В китайской национальной медицине семена абрикоса применяются в качестве успокаивающего средства при кашле и коте. В различных терапевтических программах используются абрикосовые плоды, масло семян, отвары и настои кураги. Как часть магниевой диеты при гипертонической болезни в рацион вводятся сушеные и свежие плоды. Свежие абрикосы сейчас широко используются как слабительные. Смесь из кураги, ядер грецкого ореха и меда готовят для улучшения функциональности сердечно-сосудистой системы и улучшения обменных процессов. Для этого все компоненты берутся в равных пропорциях. Курага с орехами при этом измельчается в блендере. Средство рекомендуется принимать ежедневно по 1 столовой ложке. Еще одно комплексное средство из ядер абрикосовых косточек 20 штук, меда 500 грамм и лимона 500 грамм, используется в народной терапии при учащенном сердцебиении и нарушении сердечного ритма. Перед смешиванием с медом ядра измельчаются в ступке, а лимон в мясорубке. Хранится состав в холодильнике и применяется по 1 столовой ложке дважды в день после пробуждения и перед сном. В общей терапии абрикос в Китае широко используется для очищения организма от ядов и токсинов, для омоложения и улучшения функций мозга. Не случайно этот фрукт раньше входил в меню императоров, а сегодня в рацион космонавтов. В кулинарии вообще широко применяется высушенный абрикос. В таком виде сухофрукт известен под разными названиями. Курага – это разделенный на две дольки абрикосовый плод, из которого перед сушкой вынули косточку. Используется как начинка для блюд из птицы, пирогов, запеканок, йогуртов, конфет. Курагу производят следующим образом. Из плодов абрикос аккуратно удаляют ядро, затем мякоть раскладывают на солнце в отведенных местах и сушат на протяжении недели. Из 4 кг свежих абрикос получается 1 кг сухофрукта. Примечание. Натуральная курага в процессе сушки слегка сереет и блекнет. Если она имеет сочный оранжевый цвет, для улучшения товарного вида ее обработали сернистым ангидридом СО2. Следующий вид урюк. Цельный плод с косточкой. Так обычно высушивают мелкоплодные сорта, чтобы потом добавлять их в компоты и кисели. Технология производства урюка аналогично способна изготовлению кураги. Единственное отличие из него не извлекает косточку. После сушки этот сухофрукт приобретает бурый оттенок. Из 5 кг свежих абрикос получается 1 кг урюка. Сухофрукт кладезь каротина, солей калия и пищевых волокон. Он эффективно борется с головной болью, тромбофребитом, запорами, укрепляет кости и суставы. При выборе кураги и урюка обратите внимание на их внешний вид. Они должны быть темными, жесткими и очень сухими. Сухофрукты лучше переложить в стеклянную емкость, плотно закрыть крышкой и держать сухо вместе. Иначе из-за доступа влаги курага и урюк могут быстро заплесневеть. Следующие кайса. Это высушенный целиком абрикос, у которого косточка удалена без размалывания плода через место крепления плодоножки. Аштаг-паштаг. Тоже цельновысушенный абрикосовый плод, но в отличие от кайсы, после извлечения косточки ее раскалывают, чтобы добыть ядро, которое потом снова возвращают в абрикос. Мякоть. Мякоть в свежем виде, она представляет собой богатый источник витамина С, который способствует укреплению иммунитета. Минеральные элементы в составе абрикоса помогают стабилизировать давление при регулярном употреблении и улучшить работу пищеварительной системы. Калий полезен людям, страдающим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Косточки абрикосов богаты белком, важным для строения мышечных тканей. Косточки имеют в составе синильную кислоту, большие дозы которой отрицательно воздействуют на организм. Но применение в малых дозах улучшит мозговую деятельность и работу сердца. Урбеч из абрикосовых косточек представляет собой измельченные ядра, не подвергнутые обработке температурой или препаратами. Допускается добавление в состав меда. Используется не только как диетический перекус, но и как средство, способное восстановить силы. Витамины группы В, входящие в состав урбеча, выступают профилактикой онкологических заболеваний. Масло из абрикосовых косточек изготавливается отжиманием косточек. Содержит большое количество полезных элементов. Применяют его при лечении кашля, вызванного бронхитом или ларингитом. Используется в косметологии как увлажняющее и питающее средство для ногтей, волос и кожи. Варенье из мякости абрикосов, несмотря на пройденную термическую обработку, оно сохраняет часть своих полезных веществ, укрепляет зубы и кости, улучшает работу пищеварительной системы, ускоряет обмен веществ. Абрикосовый сок рекомендуется к применению женщинам в период беременности из-за высокого содержания железа и кальция. Сок с мякотью способствует нормализации пищеварения, очищает кишечный тракт. Не рекомендуется использование зеленых несозревших абрикосов. Полезные свойства фруктов в них отсутствуют. Также они могут привести к нарушению пищеварения. Регулярное употребление фруктов в пищу помогает поддержать витаминный баланс в организме. Действия полезных веществ бывают различными, в зависимости от того, кто употребляет абрикосы и в каком виде. Для женщин подобные фрукты являются источником полезных веществ, улучшающих внешний вид кожи, волос и ногтей. Абрикосы помогают укрепить нервную систему и улучшить настроение. Кроме того, маленькая калорийность позволяет употреблять их в пищу без вреда для фигуры. Наличие витамина А помогает поддерживать зрение и работу сердца. Полезным свойством этого фрукта для мужчин является помощь элементов формирования тканей мышц. Также они замедляют процесс старения, сохраняют зрение и улучшают мужскую потенцию. Употребление абрикос является профилактикой заболевания сердца и сосудистой системы. Полезность абрикоса для детей также не вызывает сомнений. Каротин стимулирует рост и развитие организма. Калий влияет на работу сердца, магний и фосфор положительно воздействуют на работу мозга. Не менее полезен этот фрукт и при бременности. Минеральный состав положительно воздействует на рост и развитие плода, а железо и серебро стимулируют работу мозга с женщинами. Наличие сахара в мякоти фрукта ограничивает его потребление людям, имеющим сахарный диабет. Во избежание возникновения колик и расстройств желудка абрикос не следует есть женщинам в период лактации. Главная опасность абрикоса таится в его косточке, в состав которой входит синильная кислота и амигдалин. Абрикос поспевает довольно рано. В некоторых средизаморских странах его едят уже в марте. Довольно давно в России и за рубежом проводится работа по скрещиванию сливы домашней с абрикосом. Гибрид между ними называется плункот, а гибрид от повторного скрещивания – плод. Рекомендуемое ежедневное употребление абрикосов зависит от возраста, пола и общего состояния здоровья. Взрослым рекомендуется употреблять 2-3 абрикоса в день. Абрикосы нельзя покупать неспелыми. Сняты с веток дерева раньше времени, они так и останутся недозрелыми. Если вам попались недозрелые плоды, их можно использовать в переработанном виде, например, для компота или пирога. У спелого абрикоса равномерный насыщенный оранжевый цвет. Чем более насыщенный, тем лучше. По вкусу и запаху плод должен быть сладким и ароматным. Абрикос не должен быть сильно твердым и не сильно мягким, а должен поддаваться нажатию без последующей деформации. Кожица тонкой, но упругой. Важно, чтобы фрукт был без трещин. Проявление темных пятнышек свидетельствует о начале порчи. При хранении важно сохранить целостность абрикосов. Без холодильника абрикосы хранятся не более пары дней. В холодильнике абрикосы тоже хранятся недолго. Идеальные условия для них это температура около нуля. Плоды лежат в бумажном пакете не кучей, а ровным слоем и не касаясь друг друга. Так абрикосы могут продержаться пару недель. Чтобы заморозить абрикосы, разрежьте их пополам, удалите косточку, а затем храните в герметичных пакетах зиплок в морозильнике до трех месяцев. Абрикосы также могут быть залиты сахарным сиропом и заморозив в таком виде до одного года. При этом самая лучшая возможность сохранить абрикосы надолго – консервирование или сушка. В результате сушки могут получиться очень полезные сухофрукты. Интересно, чем ярче оранжевый окрас кожицы и мякости абрикоса, тем больше в них находятся аскорбиновой кислоты. Ядра. Плода толстостенные. В зависимости от сорта бывают гладкими или шероховатыми. Сверху покрыты светло-коричневой кожурой, имеют горьковато-сладкий вкус. Внешне напоминают миндаль. Это натуральное глистогонное средство. Они содержат витамин В17, разрушающий раковые клетки. Поэтому ежедневный прием 10 ядер поможет снизить риск развития злокачественных новообразований. Абрикос – настоящий дар природы человечеству. Абрикос – дерево солнца. Обладает очень сильным энергетическим действием. Абрикос несет в себе свойства приносить счастье и любовь. Если сохранить абрикосовые косточки и сложить их в мешочек, это поможет привлечь любовь желанного человека. Является деревом, донором, с подпитывающей энергией. Защищает от неверности и излишних стрессов в любовных отношениях. В китайской символике абрикос часто ассоциируется с изобилием и богатством. Плодородие абрикосового дерева, приводящее к большому количеству плодов, делает его мощным символом плодородия во многих аспектах жизни. Наличие абрикосов в доме, будь то в виде свежих фруктов, изображений или других декоративных элементов, считается способом привлечь благополучие и процветание. Абрикос, будучи не только вкусным и полезным плодом, но и мощным символом фэншуй, может стать ценным элементом в дизайне жилого пространства. Его яркая энергия и богатая символика помогают создать гармоничную и благоприятную атмосферу в доме. На этом все. Всем огромная просьба. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь для продвижения нашего канала. Всем здоровья и удачи. До встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok